Водитель скорой помощи Александр Ксензов торопится на очередной вызов. На счету каждая минута. Вызов у нас транспортировка с инфарктом в больницу. Александр работает на скорой помощи в селе Скворцово Симферопольского района более 15 лет. Вместе с ним трудятся еще один водитель и два фельдшера. Нужно обслужить 11 сел. Тут все валится. И как вам работается в таких условиях? Тяжело, мы уже все аллергики. Станция скорой помощи находится на территории местной амбулатории и этому зданию более полувека. Раньше здесь был детский сад. За годы без ремонта помещение полностью обветшало. Обшарпанные стены, прогнившие полы сырости, темно. В таких условиях работать невыносимо, жалуются медики. Стены, вы сами видите, все полопавшиеся. Стену водительскую мы уже замазываем, замазываем. То крыша течет, то еще что-то. Ветер подул, шифер сдуло. Лезем, поправляем. Мучения сотрудников скорой помощи скоро закончатся. Для них в этом же селе построили новый модульный пункт, пока его тестируют. Это первая модульная станция скорой помощи в Крыму. Построили ее по современным технологиям. Рассчитана она на одну бригаду. Это два фельдшера и два водителя. Запустят ее уже к концу недели. Здесь всего шесть комнат. Для предрейсовых медосмотров водители, технический кабинет, комната для отдыха, столовая, санузел, даже есть душевая, чего раньше никогда не было. Самая главная комната отдыха. Большая, просторная, светлая. До минус 50 градусов по документации выдерживает нагрузку холодовую этот модуль. Ну и самое главное – это комната предрейсовых осмотров. И, собственно, там, где должны проходить медицинский осмотр наши водители, какие-то граждане, которые обратятся сюда за медицинской помощью, медики, которым нужно заполнить документацию. Такие модульные станции рассчитаны на одну или две бригады. Есть гараж для дня отложки. Полностью благоустроят и прилежащую территорию пунктов. На приобретение и установку модульных станций на этот год из республиканского бюджета выделили почти 300 миллионов рублей. До конца года порядка 22 модульных конструкций мы должны установить. А на следующий год глава анонсировал миллиард 300 еще. Это и модульные скорые помощи, и ФАП-амбулатории. Поэтому мы следующий год смотрим с оптимизмом. Помимо новых станций, полностью обновят и автопарк. После воссоединения Крыма с Россией уже было получено почти 300 машин. Вся техника российского производства полностью оснащена необходимым оборудованием. Неотложки предназначены для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал Миллет.